Привет, друзья! Меня зовут Андрей Спайси, я маркетолог на американском рынке. И вы сейчас на канале про бизнес и маркетинг в Америке. Сегодня я хочу рассказать вам про самые эффективные инструменты продвижения вашего бизнеса в США. Мы разберем их плюсы и минусы, как зарегистрироваться, чего ожидать и с чего лучше всего начинать. Ролик будет полезен предпринимателям, которые хотят понять, какие каналы рекламы используются в США и Канаде. Поехали! И так, седьмое место. Офлайн маркетинг. Бизнес в США очень консервативный, в целом, как и все общество. Большинство вопросов, связанных с продвижением, тут принято решать в офлайн. Сюда входит door-to-door маркетинг, это когда вы сами приходите прямо домой клиенту или в офис к ЛПРу и предлагаете свой сервис. Рассылка листовок по почтовым ящикам. Обязательно используйте промокод и скидку на услугу, так будет проще отслеживать источник продаж. Расклейка объявлений. В этом деле обязательно уточните законодательство вашего штата по поводу расклейки рекламы. Чаще всего это разрешено только в специально выделенных местах. Плюсы оффлайн подхода. Это до сих пор эффективно, особенно в B2B нишах. Но что вам нужно потратиться, так это на дизайнера, который сделает листовку, и на подрядчика, который поможет с рассылками. Если речь о door-to-door, то нужно держать сейлсмена в найме и обучать его. Минусы – это совсем небольшой охват. Чтобы этот метод был эффективным, нужно заниматься им долго и часто опускаются руки. Шестое место. SEO или по-простому оптимизация сайта для поисковых систем. Это внешняя и внутренняя оптимизация вашего сайта, таким образом, чтобы Google ранжировал его повыше. Из плюсов – это долгозрочный эффект. Хорошая SEO-оптимизация приносит теплых, адекватных клиентов в течение длительного времени. Услуги специалистов по оптимизации сайта начинаются от 1000 долларов за месяц работы. Первый результат приходит на 6-7 месяц, а чаще на 12 месяц работы. Кроме того, если ваш сайт сверстан на конструкторе, то его нужно будет перенести на более подходящую CMS-систему, что может оцениваться в несколько тысяч долларов. Второй минус – это переменный результат. Даже если у вас получится с первого раза угадать с подрядчиком и все идеально оптимизировать, зачастую поисковая выдача уже будет занята не только вашими конкурентами, но и крупными каталогами, которые, как брокеры, продают эти же услуги и содержат в себе тысячи страниц. Пятое место – LinkedIn Ads. Это реклама в LinkedIn в основном для B2B-компаний. Плюсы такой рекламы в том, что вам легко выйти на профессиональную аудиторию. У вас есть возможность таргетировать профессионалов и бизнесы. Там доступен таргетинг по должностям, отраслям и компаниям. Но, как по мне, минусы сильно перевешивают. Ключевой – это высокая стоимость. Цена кликов и показов зачастую выше, чем на других платформах. Да и сама конверсия в переход гораздо-гораздо ниже. Тем не менее, для некоторых B2B-компаний – это чуть ли не единственный инструмент продвижения. Для запуска такой рекламы вам нужно создать бизнес-аккаунт по ссылке ниже, настроить рекламный аккаунт и привязать страницу компании. Оптимальный бюджет для рекламирования – от 1500 долларов в месяц. Итак, четвертое место занимает Google Гарантид. Это программа, которая помогает локальным бизнесам привлекать клиентов через Google. Наличие значка Google Гарантид повышает доверие к вашему бизнесу. Клиенты реально чаще звонят компаниям, у которых стоит такой значок. Потому что Google гарантирует возврат денег, если клиент не удовлетворен услугой. Но и у этого инструмента тоже есть минусы. Он требует одобрения. Вам нужно пройти процесс одобрения, такой специальной верификации, проверки, которую далеко не все компании проходят. Далее вам нужно будет совершить ежемесячную плату подписки для сохранения значка Google Гарантид. Для того, чтобы зарегистрироваться, перейдите по этой ссылке, заполните все данные и ожидайте одобрения. Да, на старте кучей клиентов Google вас не завалит, но существенно повысит доверие к вам как к компании. Барабанная дробь. Третье место за звание эффективного инструмента по поиску клиентов уходит, конечно же, Yelp. Yelp – это популярная платформа для отзывов и рекомендаций. Особенно для локального бизнеса. Да, Yelp не без греха. Например, он абсолютно никому не дает разместить отзывы на свой листинг. Даже если отзыв писал ваш клиент, от всей души Yelp в большинстве случаев оставляет только нейтральные или негативные отзывы. Особенно от ваших конкурентов. Как минимум, вы можете завести бесплатный листинг на Yelp. Это просто и вообще ничего не стоит для вас. Как максимум, вы можете выделять небольшие бюджеты для запуска рекламы на Yelp. Но рекомендую это делать, когда у вас есть хотя бы 50 отзывов. Иначе результат будет нулевым. Плюсы платформы. Локальный целевой трафик. Низкая цена как за рекламу, так и за дополнительные фишки, которые делают ваш профиль более привлекательным, крутым для клиентов. Минусы тоже есть. В первую очередь, это зависимость от отзывов. Негативные отзывы могут существенно повлиять на репутацию. А положительные отзывы Yelp чаще удаляет. Там также есть платные функции. Некоторые полезные функции доступны только в платных версиях. В среднем они стоят от 200 долларов в месяц, а подключение самой рекламы от 1000 и более. Для регистрации просто создайте аккаунт, заполните профиль компании, добавьте фото, описание, часы работы. Начните собирать отзывы и взаимодействовать с клиентами. Второе место. Ну, конечно же, это контекстная реклама Google Ads. Это один из самых популярных и мощных инструментов для продвижения. Сюда входит как реклама в самой поисковой сети при наборе запроса, так и баннерная реклама. Это объявление, которое вы видите в вашей почте на различных сайтах и так далее. Ключевой плюс рекламы в Google – это охват. Более 90% пользователей интернета в США используют именно Google как свою поисковую систему. Это платформа, где вы точно найдете свою целевую аудиторию. Но не все так просто. Ключевой минус – это высокая конкуренция. Оплата рекламы в Google основывается на аукционе. Кто больше заплатил, тот и имеет клиентов. Отсюда и стоимость заявок из Google слишком высокая. Вам нужно тратить от 5000 долларов в месяц, чтобы почувствовать эффект от такой рекламы. Также отдельно нужно нанимать специалиста по настройке, потому что самому качественно все настроить не так просто. Поэтому, если вы начинаете не с нуля и в вашем бизнесе уже есть оборотное средство, Google однозначно стоит попробовать. Итак, друзья, первое место уходит моему фавориту – это Facebook Ads. Это самая мощная и рабочая платформа, особенно для начинающих и средних бизнесов. Сейчас ее переименовали в Meta Ads. Это реклама в Facebook, Instagram, Reels, Stories, Постах. Вообще везде, где ежедневно сидите вы и другие 3 миллиарда активных пользователей ежемесячно. Начнем с плюсов. Первое. Вы можете таргетироваться по очень глубоким параметрам, прямо на вашего клиента. Вы можете выбрать, чем он увлекается, сколько ему лет, какой у него пол, где он живет, к чему у него лежит душа и много-много другое. Второе. Различные форматы. Вы можете показывать рекламные видео, карусели, лидформы, сториз, просто квадратные баннеры и много-много другое. Третье. Низкие инвестиции для старта. Чтобы почувствовать эффект, вы можете начинать рекламироваться с расходами от 300 долларов и далее постепенно поднимать рекламный бюджет, получая прибыль с пришедших клиентов. В среднем мои клиенты доходят до расходов в 4-5 тысяч долларов в месяц при условии, что реклама окупается. За рекламу платят ваши клиенты, а не вы. Это важно помнить. Давайте пройдемся по минусам. Первый минус. Чтобы запуститься, нужно создавать интересные объявления. Если вы просто напишите «Андрей, делаю таргет, купите, вот мой номер», эффекта вообще не будет никакого. Чтобы получать горячих клиентов, нужно креативить, придумывать бонусы, лид-магниты, офферы. То есть это прям целая работа. Второе. Это высокая конкуренция, от чего стоимость рекламы выше, чем в других частях мира. Да, компаний рекламируется много, но вы наверняка сами видели, какие рекламные макеты и сайты у ваших конкурентов. Мой опыт работы с более 100 компаниями за последние 6 лет показывает, что в США напрочь отсутствует понятие маркетинга. Большинство ваших конкурентов нанимают неквалифицированных индусов для ведения таргета. От чего получаются вот такие рекламные макеты. Конкуренцию очень легко обойти с помощью классного подхода в рекламе. Вы можете иметь повышенную конверсию в ваших объявлениях, если просто сделаете их качественно и подойдете с креативом. Ну, третий минус – это необходимость нанимать таргетолога. Это действительно может стать проблемой, особенно на старте, когда вы работаете на маленьком бюджете. В среднем, американцы за настройку берут от 1500 долларов в месяц за ведение рекламных компаний. Если стоимость вашего таргетолога составляет более 10% от расходов на рекламу, то по умолчанию такой бизнес не может окупаться. Для решения этой проблемы я создал пособие для предпринимателей США, в котором я показываю, как самостоятельно настроить таргет на свой бизнес. Все это сделано в формате уроков, вы их просматриваете на моей платформе, делаете и присылаете мне наработки. А я даю обратную связь, и потом вы приступаете к следующему шагу. Так, за 12 шагов вы сами настраиваете себе рекламу без таргетолога. Это дешево, просто и быстро. Вам также в качестве бонуса доступен созвон со мной, где я прохожусь по вашему рекламному кабинету и даю рекомендации продвижения вашей компании. Уже когда вы запустились и стали получать первую прибыль от клиентов с рекламы, то вы готовы к делегированию таргета. В этот момент вы уже можете обратиться ко мне с заведением рекламы под ключ с более профессиональным, глубоким, эффективным подходом. Если вам интересны мои услуги, все ссылки будут в описании. Желаю вам хороших продаж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и до скорых встреч. Пока-пока!